Успеть ко времени и любым путем заработать как можно больше денег – главная задача нерадивых водителей. В погоне за прибылью многие из них забывают о безопасности пассажиров. Денис Судаков по пути в Самару из Оренбурга прихватил с собой десяток человек, не имея соответствующей лицензии на их перевозку. А Олежан Харисов везет пассажиров аж из Казахстана. Все документы в порядке. Вот только маршрутное такси не оборудовано специальным прибором – тахографом, предназначенным для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителя. Я не знал, что и Россия. При перемещении на территорию другого государства, в том числе и союзного, мы должны руководствоваться все-таки правилами дорожного движения той территории, где мы находимся. И это везде по всему миру. Водители и те, кто их сюда направляет, работодатели, должны обеспечить транспортные средства всем необходимым оборудованием, которое необходимо для освещения международных перевозок. Теперь водителю придется оплатить штраф от одной до трех тысяч рублей. И так будет при любой проверке в России. Пассажиры с такими водителями ездить опасаются и считают, что подобные рейды положительно повлияют на обстановку в целом. Обязательно нужно. Много всяких ездят и в нетрезвом состоянии, и уставшие. Поэтому нужно. Я тоже считаю, что документы должны быть в порядке. Но автобус чистый, водитель всегда опрятный. Мы за, что вы проводите такие ряды. За шесть месяцев текущего года на водителей автобусов и маршрутах такси было составлено более 15 тысяч протоколов за различные нарушения ПДД. Павел Баймаков, Илья Овсянников, Павел Пресняков. События.